Впервые в Новосибирске на базе 216-й школы прошел детский межнациональный фестиваль «Дружная Новосибирь. Среда возможностей». Мощная поддержка зрительного зала и громкие аплодисменты встречали каждый номер без исключения. Будь то зажигательный турецкий танец в исполнении старшеклассников или танец северных народов в трогательном исполнении воспитанников детского сада. Социализация детей иностранных граждан – одна из ключевых задач социальной политики страны. Как перейти от теории к практике и воспитать в детях понимание и уважение друг к другу? Как интегрировать детей в культуру и традиции другой страны? Об этом нам рассказала организатор фестиваля и руководитель узбекско-русского национально-культурного центра Гульнора Джурабаева. «Участники вот этого процесса, большой системы адаптации, интеграции, мы считаем, конечно, составляющую, одну из составляющих роль играет, конечно, эта культура. Любой номер творческий, который вы сегодня увидите, это целая работа педагога. Педагога, для начала, который вводит в культуру, объясняет эту культуру. Идет понимание реализации песни, танца, целого номера. И вот через вот эти компетенции ребенок получает целый спектр образовательных компетенций и культурных компетенций, и межкультурных компетенций. Поэтому это очень важный фактор, скажем так, в образовании детей. У нас участвуют дети разных национальностей. Они танцуют песни и танцы, участвуют в номерах друг друга, и это очень прекрасно. А это называется интеграция. Они принимают культуру друг друга, они принимают язык друг друга. И это очень важная сегодня составляющая при реализации духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения». В фестивале приняли участие 120 детей разных национальностей из семи образовательных учреждений. В течение двух месяцев ребята активно готовились к фестивалю, изучали культуру и традиции других народов, ставили творческие номера, сшили костюмы. У нас танец, танец посвященный, танец со стороны Мексико, посвященный дню, когда люди, родственники поминают своих, умерших. Подготовка всегда проходит ярко, насыщенно. Самое важное, наверное, это объединение, коллектив. У нас очень классный номер, потому что всегда надо танцевать, двигаться. У меня очень классные впечатления. Подобные мероприятия всегда отличаются очень ярким антуражем, большим количеством красок. И даже, в принципе, несмотря на какие-то национальные оттенки, любое воспитательное мероприятие, оно носит непосредственную пользу, прежде всего, для самих детей. Даже не столько для взрослых, сколько для самих детей. Они видят, насколько действительно у нас многонациональная Россия. Помимо фестиваля, программа адаптации детей иностранных граждан, которую проводит узбекско-русский национально-культурный центр, включает целый комплекс мероприятий. Это и работа с родителями, когда собрания проводятся на нескольких языках, и проведение для детей различных мастер-классов по культурам других народов, и, конечно же, изучение русского языка. Это ежедневный труд педагога. Дополнительные занятия в обязательном порядке по русскому языку, по математике, по литературному чтению в начальной школе. Ежедневно, даже на переменах, учителя начальной школы с детьми поют, для того, чтобы речь ребенка была более развита, чтобы поставить звуки. Наша школа всегда участвует в проектах с иноязычными детьми, в фестивалях. Помимо этого, мы ежегодно в нашей школе фестиваль дружбы народов, фестиваль родного языка тоже. То есть каждый ребенок пишет письмо на своем языке с переводом. Знакомство с городом – еще один приятный бонус в программе фестиваля. Благодаря социальным партнерам фестиваля, зоологическому парку имени Ростислава Шила и Центру цифрового обучения IT-куб, участники фестиваля смогут посетить бесплатно мероприятия партнеров и получить дополнительные возможности для изучения города Новосибирска. Субтитры создавал DimaTorzok